Я про что-то хотела тебе сказать и с головы улетела. Вспоминай. О, вспомнила. На днях проходил праздник День Божьей коровки. Я тоже немного про него знаю. День Божьей коровки – замечательный праздник, который нам напоминает о чудесах и удаче. Согласна. Как раз Божья коровка – один из самых древних символов удачи. Ну, можно поподробнее? Конечно, можно. Вокруг нас живут необычные животные, и одно из них 13 июня отмечает свой забавный праздник. Одно из самых ярких и невероятно красивых существ – День Божьей коровки. Поэтому детский сад «Жаворонок» подготовил для своих воспитанников веселую детскую программу, в которой приняли участие воспитанники садика. Божья коровка знакома даже с самым маленьким деткам. Кто к нам хочет? Божья коровка. А Божья коровка – это кто? Животное или насекомое? Сидко Божья. Насекомое, правильно. Посмотрите, каким цветом спинка Божья коровка. Чёрное. Нет, спинка какие? Красное. Красное. А пятнышки какие? Чёрные. Чёрные, да? Сегодня у Божьей коровки у нашей день рождения. Да. Она пригласила много-много подружек. Но подружки попали под дождь. Представляете? Да. И пятнышки смылись. Давайте мы поможем нашим подружкам обрести пятнышки. Петцатовцы увлечённые лепили точки из пастилина на красную спинку Божьим коровкам. Сами ребята были одеты, как Божьи коровки, с рисунком коровки на футболке. Дети старательно лепили пятнышки, показывая друг другу и воспитателям, что получилось. Поднимите, покажите. Ребята ненадолго побывали с сами Божьими коровками, прячась от птиц и гуляя по воображаемой поляне. А теперь погул ветерок! И наши Божьи коровки тревогут! Станет в тираный дом, тимонит на дно. Приходят пасти палочки, приходят шелки-кишечки. А кто же там живёт? Детки заранее приготовили поделки из бумаги. Божьих коровок, огромную ромашку, красочные жучки расположились на белых лепестках. Я Малюси, тизучок, спинка, красный азучок, корошинки, свои ладошинки, я покачу, его я попаючу. Другая группа раскрашивали фигурок божьих коровок фломастерами. А ребята постарше на улице на огромном плакате нарисовали очень милых коровок. Образ Божьей коровки очень симпатичный, поэтому дети с удовольствием оделись в их цвета. У кого-то забавные ушки, футболки в горошек, ободки или даже красный лепесток в горошек. Какой же праздник без танцев? Поэтому ребята дружно станцевали танец, посвященный Дню Божьих коровок. Малюси, тизучок, спинка, красный божьих коровок фломастерами. Ребята поделились своими знаниями о энтомологии, науке о насекомых. Знаешь, что такое божья коровка? Насекомая или... Это такое насекомое, которое не кусается. Просто я люблю божьих коровок. И в детстве мы с Люлей, моей сестрой, ловили божьих коровок. К них было много, и мы их перекладывали в тазик, в наш. А родители уезжали по делам, и мы с ней дома оставались. Они к нам часто приезжали. А какой же коровок коровок может быть? Божьих коровок. Опасных каких-то жуков, муравьев. А ты знала, что у божьей коровки есть свой собственный праздник? Да, у нее даже дети есть. У кого? У божьих коровок. Они такие маленькие, и они еще бывают черными и желтыми, например. Я знаю, что у божьих коровок есть такая защита, что у них такое молоко, которое защищает их птиц. А, Светлана, почему у вас были такие черные точки? Защита такая. А сколько у них лапок? Шесть. А чем они обычно пикаются? Жучками. Я много раз уже их видел у нас на площадке. Пузы по траве летают. А какую пикаются пикают для людей? Предсказывают погоду. Я рисовал вот этот вот цветок. Почему он как? Потому что это, видимо, цветок с которыми разноцветными лепестками. Желтый, красный, синий, зеленый. Божьи коровки – милые, что ждание. Они добрые. Они везде летают. День божьей коровки. День божьей коровки. Какой ты молодец. Я это вредитель. Три божьей коровка ест. Знаешь, что такое красная книга? Да. Почему тогда божьи коровки забезают красный лепесток? Наверное, потому что они красивые. Нет. Их мало. Красная книга. В красную книгу попадают те животные и насекомые, которых осталось мало. Они питаются вредителями огородов. А какие родители? Глушеницы. А как божья коровка защищается? Что она делает? Когда птицы на нее нападают, а бабы из колен выпускают мучку. Почему ты говоришь, что коровки не похожи? Потому что, когда их птицы хочут съесть, они выделяют молоко. Это молоко тислое, и птицы, когда откусывают, сразу улетают красками, разукрашивая силы нарисованных божьих коровок карандашом. В мире насчитывается около 1500 видов этих маленьких существ, и они играют очень важную роль на земле, помогая контролировать количество вредителей. Во многих странах божья коровка считалась не просто насекомым, а символом удачи. С этим насекомым все знакомы уже с самого детства, и красный жучок стал символом лета, и чего-то очень милого, вызывающее умиление. Это настоящий маленький друг, который живет рядом с человеком. Коровки помогают нам, защищая наши сады, и радуют своим красивым, ярким видом. Это неделя такая, такая, насыщенная. Ага, еще такая, ну, яркая. Точно. А еще интересная и праздничная. День России и божьих коровок. Ну да, они были самыми прикольными на этой неделе. И мы это все показали. Значит, пришла пора попрощаться с нашими зрителями. Ну, ненадолго. Всего лишь на недельку. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok